Самый массовый протест. 200 тысяч человек вышли на улицы белорусской столицы. Люди требуют честных выборов и прекращения насилия. А власти тем временем стянули в Минск автозаки и водометы. Больше в нашем сюжете. Минск – центральный парк. Эти молодые люди старательно выводят буквы красной краской на бумаге. Рисуют плакаты, с которыми пойдут на протест. Они, как и тысяча других в Беларуси, уверены – выборы были сфальсифицированы. То, что он нарисовал 80, ну это просто уже как бы, ну это всех, я думаю, ну он сам себе сделал хуже. То есть, да, это просто еще добавило такой огонь в ситуацию. Ну даже если бы он себе нарисовал там 60, ну я бы точно так же выходила. Потому что, ну какая разница, сколько он себе нарисовал, если то, что выборы фальсифицированы, это факт. Пенсионерка Тамара принимает участие в протестах еще с 2000 года. На ее сегодняшнем баннере десятки наклеек, собранных на демонстрациях. Одна из них 2006-го для Тамары особенно ценна. Напоминает о задержании ее сына за протест против очередной победы Лукашенко на выборах. Мы тогда с работы тоже ходили на площадь, когда у нас пытались образовать этот городок палаточный, маленький совсем, на Кострычницкой. Хороший ты президент, отдохни, посиди. Если тебя народ выберет, пожалуйста, никто же не против. Мы только против нечестных выборов. А так, к протестам готовятся силовики. В Минск стягивают военные грузовики, автозаки и водометы. Накануне акции белорусские власти пригрозили жителям. Те, кто выйдут на демонстрацию, будут иметь дело с военными. Категорически предупреждаю. В случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах вы дело будете иметь не с милицией, а с армией. Несмотря на угрозы, на улицах тысячи людей. Акции проходят мирно. Люди скандируют традиционное «Живы Беларусь». И демонстрируют фото преступлений силовиков против митингующих. Каждый, кто сейчас стоит на площади, он боится и еще боятся. Потому что наше государство и наша власть уже показала, как они могут обращаться с своими людьми. Но уже есть вера и вера уже больше, чем страх. К вечеру протестующих добавилось. Люди расходиться не собираются. У нас же много и невозможно всех закрыться, всех уволить. Здесь в тюрьмы особенно посадить всех нереально просто. Если посадят 100 человек, выйдет 200 человек на завтра. И это будет, потому что люди лучше терпеть не могут. Мы на грани. Протесты по всей стране начались сразу после выборов 9 августа. Люди требуют прекратить насилие, освободить задержанных и провести честные президентские выборы. За время протестов, по данным правозащитников, от рук силовиков погибли 5 человек. Судьба еще 76 неизвестна. Они считаются пропавшими без вести. Инна Дученко, Роман Смоллер, Телеканал Дом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова